Библейский портал экзегет.ру представляет Пятнадцатая глава книги «Исход», перевод российского библейского общества, я читаю его для библейского портала «Экзегет». Начинается с поэзии. В книге «Исход» вот уникальный такой отрывок. А почему он здесь? А вот смотрите, в предыдущей 14-й израильтяне наконец испугались и поверили. Их объял страх пред Господом, и они поверили ему. То есть до сих пор все-таки сына Израиля – это скорее тесто, которое надо отделить от египетской закваски и вынести из Египта. А вот из него Господь начинает уже лепить, формировать народ. И этот народ первое, что делает, когда он верит Богу, до сих пор, ну так они как-то, наверное, смотрели на эти все Моисеевы предсказания и даже чудеса, как на что-то, да, интересное, но не более, да? А тут вот они поверили, по-настоящему поверили. И что с этим делать дальше? Тогда Моисеевы, сына Израилева, запели песнь Господу. Естественная реакция верующей души – это творческая молитва, да? Не просто обряд, не просто произнесение каких-то готовых слов, а вот когда от души – это еще и творчество. И одновременно они готовились умирать, погибать от египетского меча, но они спаслись, и это очень радостное событие. Дальше, собственно, все иудейские праздники будут на эту тему. Нас хотели убить, но Господь нас спас. Начиная с Пасхи. Воспою Господу, Он велик, Он коней всадника в море вверх. Господь моя мощь, Он сила моя, Он спасение мое, Он мой Бог, я прославлю Его. Бог отцов моих возвеличу Его. Господь воин, имя Его Господь. Колесницы фараона, войско Его, в море Он вверх. Его лучших воинов в море сув потопил, поглотила пучины их, они камнем пошли на дно. Господь, твоя рука крепкая и сильна, Господь, твоя рука сразила врага, велик ты, недругов ты поверг. Как огонь солому, твой гнев их сжег. Дунул ты, вздобились воды, волны стали стеной, твердью стала пучина. Догоню, а настигну, подумал враг, поживлюсь добычей, возьму, что хочу, меч обнажу, уничтожу всех. Но ты дунул, и море покрыло их, как свинец под воду они ушли. Нет подобных тебе средь богов, Господь. Нет могучей, подобных тебе средь святых. Страшный в славе, творец чудес, простер руку, земля поглотила врагов. А народ, что тобою спасен, ты повел, защищая, любя в свой святой край, повел, и народа, услышав, трепещут. Дрожат жители Филистии, в ужас пришли вождей дома. Страхом объяты владыки Муава, жутко жителям Ханаана. Пусть же охватят их страх и ужас. Под рукой твоей тяжкой пусть станут, как камень, пока мимо них идет твой народ. Народ, который ты сделал своим. Ты поселишь его на твоей горе, там Господь ты жилище построил себе, там, владыка, святилище ты воздвиг, воцарится Господь навеки. Такой цельный гимн, я его целиком прочитал, он как Псалом, но он не как Псалом, он отличается. По форме, да, очень похож на Псалме, действительно такой поэтический гимн, но что в этом гимне звучит? «Господь, сила моя, спасение мое, он погубил моих врагов, и поэтому пусть все остальные народы, пока мы идем мимо них, оцепенеют от ужаса». И больше ничего. Вот смотрите, израильтяне — это рабы, которые осознают свою свободу. И первое, что они говорят, мы круты, мы очень круты, потому что с нами Господь. Это уже очень большой прогресс по сравнению с тем, ну, мы рабы в Египте, ну, что мы можем, ну, египтяне нас убьют, ну, все плохо, давайте ничего не делать, да, это огромный прогресс по сравнению с тем, что вот я сейчас назвал. Но еще очень далеко, куда дальше идти, потому что дальше будет, и мы в Псалтире это, конечно, читаем, мы наслаждаемся и радуемся, удивляемся этому всему, там много разных настроений, там тоже есть триумф Бога над врагами, там и триумф псалмопевца над врагами, но там есть и размышления, там есть и покаяние, там есть и уныние, которое преодолевается, там бездна чувств, там море эмоций. А здесь эмоция, по сути дела, одна — Господи, как хорошо, что ты всех убил, и в дальнейшем, пожалуйста, так делай. Ну, такое очень примитивное понимание Бога, правда? Бог как дубинка в моей руке. Но человек с этого начинает. Очень часто человек приходит к вере и видит в Боге дубинку в своей руке, чтобы побить вот этих вот там нехороших тех, плохих этих, ну, заодно вообще всех, кто вокруг, потому что они тоже меня не ценят, не любят, не понимают. И вот он это сделает, да? Но, смотрите, тем не менее, без этого шага, может быть, гораздо труднее будет все остальное принять. Нет подобных тебе средь богов Господь. Это начинается от очень простого факта. Вот другие боги такого с нами не делали. Мы в Египте жили, там было много разных богов. Ни Осирис, ни Ра, ни Сет, ни Гор, ни кто-либо еще нам не помог так, как помог ты, Господи. Поэтому мы в тебя верим. Утилитарно, примитивно, да. Но, может быть, не надо ждать, что с самого начала начнется какое-то высокое богословие, какие-то там вершины богопознания, аскезы, высокой нравственности. Бог учит свой народ. Он лепит этот народ вот из того теста, да, как на праздник опресников берется пресное тесто без египетской закваски, из него лепится нечто новое, принципиально новое. И это происходит не сразу. Ну, и дальше прямо начинаются эпизоды один за другим. Когда вошли вглубь моря конные колесницы фараона и его всадники, то Господь повернул против них воды морские, а сыны Израилю прошли по дну моря, как по суше. Ну, это краткое резюме, если вдруг кто-то забыл. Мирьям, пророчица сестра Аарона, вот у них еще третья, да, Моисей Аарон, брат Те и сестра Мирьям, взяла бубен, и все женщины пошли за ней следом с плясками, с бубнами, и Мирьям запела «Пойте Господу, он велик, он коней всадника в море вверх». Это, конечно, звучит в самом этом гимне, и здесь повторяется рефрен. И опять-таки, смотрите, вот он велик, потому что он победил наших врагов, да, вот мы не знали прям, спасемся или нет, а он нас спас, всех разбил. И почему это женщина? А вы знаете, мне кажется, что это такая очень, на самом деле, женская, вот, пляска, женский гимн, да, вот, радость о спасении, освобождении, вот, женщина, которая приветствует своего мужчину как победителя воина, но здесь не мужчину, а Бога. От моря Суф Моисей повел сынов Израилевых в пустыню Шур. Ну, это все география Синаи, и долго она у нас еще будет, до конца пятикнижия. Три дня они шли по пустыне, нигде не могли найти воды. А по пустыне ходить это не так просто, да. А когда пришли в мору, то не могли пить там воду, вода была горькой, поэтому это место называется Мора, горькая на иврите. Люди стали роптать на Моисея. Что мы будем пить, спрашивали они. Смотрите, они только что от смерти избавились, все хорошо. Неужели они могут чуть-чуть потерпеть? Ну, жажду терпеть трудно, особенно в пустыне. И они еще не вышли из этого положения. Вот бывший раб, они уже не рабы, но они еще и не до конца свободные. Он потребитель, да. Его там хозяин лупцевал и заставлял работать, но он его кормил и поил, да. Но хозяин же не будет раба своего морить голодом и жаждой, иначе тот работать не сможет. А вот тут мы свободные, но а что мы будем пить, а где нам покушать, а как нам дальше жить, все нам расскажи, все нам в рот положи, мы сами ничего не можем. Им нужно стать народом. Это долгий и сложный процесс. А пока что ничего особенного не происходит. И Господь мирится с этим их отношением. Там дальше будут драматические сцены, похожие. Моисей возвал Господу, Господь указал ему дерево. Моисей бросил кусок того дерева в воду, и вода стала пригодной для питья. Какое-то чудо или там фильтрация вдруг произошла некоторая, мы не знаем, но неважно. То есть Господь позаботился и об этом. Вот он не считает слишком мелочным никакой их потребности. Там он дал им законные правила, там он их подверг испытанию. Интересно, что больше ничего не сказано. Закон вроде как на горе Синай, она же гора Хариф. И до этого еще надо дойти, это скоро, но еще нет. Значит, все-таки с самого начала. Вот смотрите, опять-таки, рабу ничего не нужно. Хозяин ему все скажет. А одному человеку нужен закон, ему нужны правила. То, что он определяет сам свое поведение. И здесь, наверное, какие-то очень предварительные, простые правила, которые позволяют им просто дойти до этой Синайской горы. «Господь сказал, если вы будете слушаться Господа вашего Бога и делать то, что ему угодно, внимать его повелением и соблюдать его законы, то я никогда не поражу вас теми болезнями, какие послал на египтян. Я Господь ваш целитель». То есть вот и в очень краткой форме на завет. С вашей стороны соблюдение правил, с моей стороны гарантия того, что я вас не поражу этими наказаниями, наоборот, исцелю. Вот и вода как пример такой заботы. Сыны Израиля пришли в Элим. Там было 12 источников и 70 финиковых пальм. Там у источников они сделали остановку. Но это, конечно, такой оазис. Финиковые пальмы. Финики — это довольно вкусно, свежие. Это просто очень вкусно. У нас только сушеные бывают, а на Ближнем Востоке можно поесть свежих. И источники, 12 источников на всех хватит. По числу сынов Израилевых как раз. Вот Господь их с самого начала ведет очень нежно. Действительно, как малыши и детсадовцев каких-то, которых он за ручку водит, которых он защищает от напастей всяких. А кормит, поит, как израильтяне на это ответят. Мы еще, конечно, увидим. Но это будет 16 и следующая глава. Субтитры создавал DimaTorzok